Дорогие дамы и господа И от Эдварда хотел бы выразить поддержку нашей полиции и нашей национальной гвардии штата Иллиной и моему сыну, который сегодня осуществляет закон и порядок на улицах Чикаго. Мы тебя поддерживаем, Роберт. В нашей передаче сегодня принимает участие политик, общественный деятель, один из лидеров российской оппозиции Геннадий Гудков. Геннадий Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Будем лечить или пусть живет дальше. Вот то, что касается современной России. Будем лечить или пусть живет дальше. Как бы вы прокомментировали этот анекдот? Ну, мне кажется, уже залетили до такой степени, что больной дальше жить так не может. Что-то должно в какую-то сторону пойти, либо в сторону летального исхода с непредсказуемыми последствиями, вплоть до территориального распада и революции, войн, потрясений. Либо какие-то реформы, которые позволят больному жить. Про реформу, правда, это из области не научной фантастики. Хотя я, в общем, считаю, что до сих пор теоретически у Путина есть возможность сказать, ребята, вы знаете, хотел как лучше получилось, как всегда, но, честное слово, старался. Это я так понял, что мы наделали кучу ошибок, но давайте так. Россия есть Россия, народ есть народ, я часть народа, часть истории. Я ухожу в 2024 году, давайте проводить реформу, давайте сформируем новое правительство, давайте сформируем новую власть, новый парламент. Потом в 2024 году изберем президента, поправим все то, что мы там неправильно сделали, сохраним то, что сделано более-менее, будем работать с вами по новой. Вот я до 2024 года останусь гарантом вот этого процесса. Это такой, знаете, ненаучно-фантастический, идеалистический вариант, вероятность которого сегодня приближается к нулю процентов, но она все-таки теоретически есть. И тогда все хорошо, все замечательно. Общество, оппозиция и все прочее дает президенту гарантии его личной безопасности, проводит переговоры по каким-то там компромиссам с его окружением, отпускает там политзаплюченных, прекращаются репрессии. Ну и дальше все идет в сторону разрядки полной гражданской напряженности. И Россия выруливает нам путь мирных реформ, беспотрясейные, вонер, революции и так далее. Такая теоретическая возможность до сих пор остается, пока не пролилась кровь. Она скоро прольется. Времени осталось крайне мало. Но вот я пока такого большого желания страны и Кремля лично Владимира Путина не вижу. Наоборот, мы видим тотальное укрепление его персональной власти, его искажение полностью, уничтожение, я бы сказал, российской конституции и прописание себе рецепта прайда 2036 года как минимум, а там как пойдет. И мы видим совершенно очевидно, что репрессивная машина увеличивает свои обороты, она становится все более жестокой, все более бессердечной, все более антигуманной, более беззаконной, и в конечном итоге мы с вами уже видим, что применение оружия начинает давать жертвы среди обычного простого населения. Но не так просто произошел штурм дома вот этого молодого парня в Екатеринбурге, который закончил стрельбой сначала по металлической двери, а потом по самому этому молодому человеку. И все это кончилось трагически. Я не знаю, там екатеринбуржцы выйдут, не выйдут массово на похороны, я бы вышел. Но вот на самом деле мы с вами видим, что применение силы, применение оружия абсолютно ничем не объяснимое, противозаконное, без всяких санкций, без решений суда уже начинает давать жертвы, причем без всяких политических разногласий. Поэтому я думаю, что власть, к сожалению, готовится больше стрелять народ, чем с народом договора. Поэтому такая вот ситуация, к этому анекдоту, скорее всего, когда больной уже жить просто так не будет. Замеченье. А что такое сегодня российская оппозиция? Вот как я вижу, я вам поясню, что я имею в виду. С одной стороны есть товарищ Удальцов, в центре, как мне кажется, находитесь вы, и находится, известно по листике, Дмитрий Гудков. А с правой стороны находится, как мне кажется, Владимир Рыжков, есть еще Николай Платошкин, есть еще лидеры такого конкретно левого. Что вас объединяет, и что вообще, как бы, что есть такое сегодня российская оппозиция? Потому что вот эта разношерстность, как ее определить сегодня? Ну, надо понимать, что в классическом смысле в России оппозиция не существует. И не потому, что мы там какие-то ущербные, убогие, а надо понимать, что оппозиция существует там, где есть конкурентная политика. А раз у нас конкурентной политики нет, раз у нас деспотия, раз у нас страна все больше и больше катится, даже уже не в авторитарные, а в тоталитарные режимы к диктатуре, а какой мы организованной оппозиции, которая готова взять на себя власть и способна там рулить страной, и доказала это предыдущим своим правлением, а какой такой оппозиции мы можем с вами говорить? Конечно нет. Есть огромное число людей, недовольных политикой Путина. Сейчас делить их на правых, левых центристов бессмысленно. Я не знаю, почему вы не упомянули Алексея Навального. Навальный, да, конечно. Да. Вот. Поэтому я думаю, что вот сейчас ситуация такая. Есть люди, которые очень недовольны Путиным. Среди них есть люди публичные, более публичные, менее публичные. У нас разные взгляды. Это абсолютно нормально для любого общества. Но оппозиции в том смысле, как организованы структуры, со своими партиями, газетами, спонсорами, со своей электоральной поддержкой, нет. Потому что в России уничтожены условия для существования цивилизованной организованной оппозиции. То есть мы существуем на режиме полу уже подполья. А скоро, видимо, наверное, и вообще в подполье оппозиции придется уходить. Поскольку я все время говорю, что вот оппозицию можно сколько угодно российскую ругать. Обвинять в расшорстности, в разобщенности, в борьбе там за корону, в дележе шкуры не убитого медведя. Это в чем угодно. Я задаю только один очень простой вопрос. Ребята, скажите, пожалуйста, а кто был в оппозиции Иосифа Юрьевича Сталином все эти годы? Все эти 32 года его измывания над страной. И тихое молчание. Потому что вся оппозиция не могла существовать по одной простой причине, что она прежде была бы расстреляна и сослана в ГУЛАГ, а потом она могла бы уже называться оппозицией. То есть оппозиция возникает в условиях демократии, в условиях конкурентной политической борьбы, в условиях сменяемости власти. И тогда мы можем какие-то предъявлять претензии к оппозиции. Сейчас предъявлять претензии к людям, борясь на себя, на свой страх и риск, рискуя своей жизнью, здоровьем, положением, материальным достатком, бизнесом, у кого чего есть, достижениями научными, творческими, обвинять этих людей в разношерстности и неспособности объединиться. Но это кощунственно, поскольку каждый человек, который сегодня выходит на пикет в Петровке, его тут же задерживает, с куском обоев выходит, с куском обоев выходит, а его хватает, как врага народа, тащит в автозак, оформляет протокол, и после двух-трех протоколов могут еще и посадить, как уголовного преступника, на несколько лет в тюрьму. Поэтому совершенно очевидно, что сегодня речь идет о протесте групп, групп, которые на свой страх и риск, и действительно рискуя всем, выходят публично против вот этой гигантской репрессивной машины, созданной Путиным, и говорить о какой-то масштабной, серьезной оппозиции с ресурсами, с газетами, с телевидением. Все, что осталось в России сегодня и в СМИ, это «Эхо Москвы», там телеканал «Дождь», и остались только интернет-канал, но интернет остался, вот зона свободы, это интернет. Вот кроме «Дождя», «Ехо Москвы», там и новые газеты, и там «Нью Таймс», с очень небольшими аудиториями, последние две, я могу сказать, что практически ничего не осталось. Но там кое-что в регионах, там можно называть отдельный персонал, и они все наперечет, там типа Мария Гордон, в Новосибирске, который там сжет глаголом вот эту воровскую власть, и очень успешно это делают. Ну, в общем, практически все на виду, и их очень немного. Поэтому зоной свободы, зоной какого-то свободы, слову, остался еще интернет. Именно поэтому сейчас главное гонение на интернет, блокировки сайтов, штрафы и так далее, и тому подобное. Вот, то есть идет тотальный закрученный гайк, чтобы уничтожить всякие остатки свобод, любых свобод, от любого проявления недовольства и критики действующего режима. У меня такой вопрос. Вот мы сейчас говорили о оппозиции, о людях, видных в этой оппозиции, в том числе и ваш сын, и вы, и Алексей Навальный. У меня вопрос довольно простой. Есть ли среди лидеров оппозиции человек, который мог бы всех объединить? Вот стать именно таким одним лидером, который мог бы за собой повести оппозицию. Вот, к примеру, был Борис Немцов. К сожалению, его убили. Это большая беда. Он не мог объединить. Борис Немцов при всем уважении. Я очень любил, уважал. Мы с ним в последнее время были очень близки. Я благодарен Боре за то, что он опекал Диму Гудкова. Фаотически опекал. Он очень к нему относился трепетно и нежно. Я этому буду, как говорится, всю жизнь помнить. Добром это. Я могу сказать, что даже Борис Немцов при всей его яркости, таланте, харизме не мог объединить всех. И у меня подозрение возникает, которым я поделюсь обязательно с вами. Я только что сегодня давал там другому каналу интервью. И я сказал, что при всем том, что российская оппозиция чище, лучше, глубже, благороднее, чем действующая власть, кратно, российская оппозиция страдает только то же самое одним общим нашим ментальным недостатком. Ведь мы все дети одной страны, одной истории, да, и оппозиции, и власть. А у нас есть один дефект на ментальном органе. Нам почему-то вождь все время нужен. А я задам вам вопрос. А зачем нам один вождь, который будет объединять всех? И левых, и правых, и центристов. И там умеренных националистов, и там неудержных интернационалистов, и поклонников традиционных ценностей, и каких-то меньшинств, и так далее. Такого человека нет. Иисус Христос. И то не всех объединяет нами. Даже среди богов есть, так сказать, альтернатива. Поэтому я вообще думаю, что этот вопрос неправильный. У оппозиции должно быть много ярких, талантливых людей, лидеров. Их будет еще больше, как только будут условия нормальные, адекватные. И если мы не можем построить систему власти без вождя, тогда мы не народ. Мы стадо баранов. И нам нужен жертвенный козел, который нас куда-то поведет. Извините за прямотуйся. Да, да, да. Но я хотел бы с вами чуть-чуть поспорить. Мы, может, поймете, о чем я говорю. Если мы вспомним начало 20 века в России, то были и кадеты, и октябристы, и меньшевики. И там была куча партий. А выиграла все. Конечно. Одна единственная партия с одним единственным лидером. Вот, понимаете, о чем я задавал этот вопрос? Ну, чтобы получилось то, что получилось. Это естественно. Но я говорю именно о том, что они эту власть прибрали к рукам. Вот о чем я. Я надеюсь, что такого человека нет. Конечно, сегодня самый яркий лидер оппозиции это, безусловно, Алексей Навальный. При всех наших, может быть, тактических разногласиях я это признаю и считаю правильно. Но если кроме Алексея Навального у нас больше нет никого, тогда мы действительно стадо жертвных баранов. Вот, больше ничего я не могу сказать. Ни в одном демократическом обществе не бывает такого, что есть только какой-то лидер, за которым идет вся нация. Ну, возьмите те же Соединенные Штаты Америки. Ну, уж как минимум, там, с десяток сюда кандидатов с равными возможностями начинают президентскую гонку, как минимум. А если мы возьмем там Сенат, Конгресс, там достаточно, там десятки ярких, талантливых, харизматичных политических лидеров. И это нормально. Если мы берем там европейское политическое устройство парламентской республики, там еще больше лидеров, которые борются уже в составе партии, коалиции и так далее. И это нормально. Система политическая не может и не должна быть замкнута на каких-то лидеров. Это ущербная система, при которой этот лидер имеет возможность стать вождем, фюрером, диктатором, тираном и так далее. Поэтому, ну вот, я надеюсь, что такого лидера в оппозиции нет и быть не может после того, как она настрадалась от вот этого мессии под названием Владимир Владимирович Путин, который возомнил себя Господом Богом, и мало ему 20 лет, тиранной страны, он решил еще 16 лет продлить свое господство. Надеюсь, что у нас такого лидера, который будет луноподобным, там, солнцелеким, такого лидера нет и не должно возникнуть. Я сделаю все, пока я жив и здоров, чтобы такого лидера, который бы был один, объединял бы всех и был бы светочем во всех оконцах, такого бы лидера в России не возникло. Иначе это стратегическое, историческое будет очередное поражение России в борьбе с абсолютизмом власти, которая является ключевой проблемой страны, постоянно отбрасывающей ее назад, в регресс, в мракобесие, в революции, в потрясения, в гражданские войны, в огромные какие-то страшные политические доктрины, уносящие миллионы жизней и так далее. Я против таких лидеров, которые могут стать диктаторами. И в связи с этим тогда вопрос, а есть ли во власти кто-то, ваш союзник, с кем бы вы могли, скажем так, заключить какой-то политический союз, и работать на прогресс? Ну, например, скажем... Сейчас в данном истеблишменте, вот в этом... Да, 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 да. Да, да. Ну, я бы, например... Сейчас нет. Что бы вы могли бы сказать, например, насчет Сергея Собянина или Алексея Кудрина? Вот как вы смотрите на эти персонали? Я хорошо отношусь к Алексею Кудрину, я с ним знаком лично. И я знаю, что этот человек проделал очень большой путь от всесильного министра и вице-премьера до человека, который адекватно оценит политическую ситуацию. Я это видел, трансформация взглядов, довело с ним общаться лично неоднократно. И до его, так сказать, ухода из власти и уже когда он вернулся. Вот, поэтому я к нему отношусь хорошо, но я считаю его, в общем-то, при всем том, что он глубже и дальше всех видит и чувствует политической ситуации, я считаю, что он все равно завязан на нынешний истеблишмент, он не сможет полностью разорвать. При всем уважении к Алексею Леонидовичу как к человеку, способному прийти на площадь Сахарова и выступить там с речью, несмотря на освистывание, выкрики и так далее. Я считаю, что это большая смелость, большое мужество, и его готовность тогда быть посредником между президентом и гражданским движением 2011-2012 года дорогого стоит, и я лично ему за это благодарен буду всегда. Что касается Сергея Собянина, он гораздо больше интегрирован в систему власти. Ну, многие считают его человеком лично порядочным, подчеркиваю, лично порядочным. Но с другой стороны, все то, что сейчас происходит в Москве, в России, в том числе, он является частью системы, очень важным элементом этой системы. Он мэр Москвы, в которой происходят вот эти все безобразия, в которой происходят избиения, незаконные аресты, сведения счетов, погромы, фальсифицированные уголовные дела, преследования, жесточайшие избиения, фальсификация выборов в Московскую Государственную Думу, которая, в общем-то, его, Вене, его и партия. И мы не можем сказать, что Собянин здесь совершенно ни при чем. Ну да, мы понимаем, что в первую скрипку играет Кремль, Путин, его царедворцы, они, его силовики, которые сейчас распоясывались и чувствуют себя полностью хозяевом страны, ведут себя как оккупант или даже хуже. Вот. Ну, а тем не менее, Собянин должен тогда уж либо голос подать, либо в отставку подать, либо что-то, потому что, оставаясь во власти, он все равно фактически соглашается с теми методами, с которыми она действует, даже если он порядочнее, умнее, толковее и совестливее многих других царедворцев и руководителей, но, тем не менее, вы понимаете, пассивная позиция, она лишает его возможности такого серьезного сотрудничества с оппозицией, с будущим правительством России. Я думаю, что она будет совершенно другим, сформирована на коалиционной основе, демократическим путем. Я вот надеюсь, надеюсь до этого дожить. Вот поэтому, при всем том, что, конечно, вы назвали фамилии наиболее вменяемых, адекватных представителей лагеря власти, я не думаю, что они сейчас в этой ситуации могут быть союзниками и за что-то бороться. Они слишком глубоко интегрированы в систему действующей власти. Слишком глубоко им очень трудно, ну, против системы они не пойдут. Сегодня лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о том, что он будет призывать своих сторонников не ходить на, значит, поддержку голосования, поддержку этих, значит, поправок Конституции и, естественно, само собой, обнуление. Как вы считаете, пройдет ли это голосование, будут ли фальсификации, вообще, поддержит ли народ эти поправки Конституции? Давайте разделим этот вопрос на две части. Первая – это роль Зюганова и КПРФ. Ну, это, в общем-то, плохая, хорошая мина при плохой игре. КПРФ поддержали эти поправки, по крайней мере, не устроили никакого скандала с этим поправками в Госдуме. Прикрылись там, якобы, социальными поправками, которые все равно нужны страны, поэтому они там поддержали Путина в поправках Конституции в Думе. Благодаря КПРФ они легко прошли по Думе и потом пошли в Совет Федерации и они фактически уже приняты. Народное голосование имеет характер очковтирательства, фиктивный, абсолютно фиктивный механизм, фиктивное, так сказать, голосование, оно фейковое. Поэтому сейчас Зюганов может говорить все, что угодно. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти или не приходить, уже дело все сделано. Поэтому Зюганов, честно говоря, я растерял уважение к этому человеку, безусловно, талантам и яркому, но он в последние годы занимается политикой соглашательства, подыгрывает Кремлю во всех важнейших вопросах, торгуется за места, и я имею в виду депутатские, региональные и так далее. И, в общем-то, он в моих глазах утратил всякие качества лидера какой-то там оппозиционной политической силы. Мы все время шутим, что в Думе четыре подъезда, один парадный, три служебных. Ничем они не отличаются. КПРФ это, к сожалению, руководство КПРФ это люди, которые предали интерес своего избирателя по большому счету, а вот то, что сейчас там делает Зюганов, это пиар чистой воды, в общем-то, он ничего не имеет, никакого отношения к реальной позиции, к реальным делам КПРФ в Думе, когда эти поправки шли. Что касается отношений народа, вы поймите правильно, в России не важно, как голосуют, в России важно, как считают. К сожалению, потому что у нас занимается подсчетами группа жуликов и наперсочников под названием Центральная избирательная комиссия, вот они там занимаются тем, что тасуют и фальсифицируют результаты голосования в соответствии с теми заданиями, которые получают из Кремля. Сейчас они получили к Кремле задание 70% явка, 70% за. Если мы берем реальное настроение людей, то я давно об этом говорю и пишу, что в середине 2019 года Кремль, Путин потерял доверие математического большинства, подчеркиваю, математического большинства. Вот до этого момента надо понимать и говорить честно, что у Путина большинство населения, там, грубо говоря, 50-70% реальные его поддержки. Было больше тех, кто его поддержил, чем те, кто был им доволен. Это изменилось в середине 2019 года к выбору Мосгордуму, власть потеряла поддержку вот этого математического большинства и в Кремле поняли, что без жесткой силы, без подавления, без дубинок и щитов ОМОНа, без штыков ОМОНа, им дальше власть не удержать, они не способны выиграть никакие выборы, даже фальсифицированные, даже с административным ресурсом, даже с дискриминационными барьерами, они не могут выиграть ни одних выборов. И началась вместо эпохи жесткости, как сказал один из кремлевских высокопоставленных глушностных лиц, вместо эпохи жесткости началась эпоха жестокости. Это не было оговоркой, это была доктрина, которая была прослушена на одном заседании в Кремле, по крайней мере, мне так рассказывали, в начале, поздней весной 2019 года, или даже там начале лета. И вот началось это Месилово, которое продолжается до сих пор. Началось там с депутатов, кандидатов в депутаты, я был одним из кандидатов в депутаты в городе Москве, легко выиграл свой округ, соперников у меня никаких там не было по большому счету, и все это понимали, также легко свои круга выиграли оппозиционные политики, такие, как Илья Яшин, как там Юлия Галямина, как Дмитрий Гудков, как Александр Соловьев, ну и многие-многие другие ребята выигрывали круга легко, и власть испугалась, что будет Московская городская дума штабом революции, так если можно выразиться, и нас жестко зачистили, а потом начали разбираться жесточайшим образом со всеми, кто вышел нас подвергать. Ну, московские события вам известны, все картинки избиения массовых, когда ноги ломали, когда руки ломали, когда в живот женщинам били, все эти картинки обошли весь мир. Вот это было признание потери поддержки математического большинства. Если сейчас честно проводить голосование за эти поправки, они не пройдут. Они не пройдут однозначно. Геннадий Владимирович... смотрите, еще раз подчеркиваю, что наперсточники будут проводить это голосование. Оно уже сейчас превращено в дикий фейк, поскольку там можно и по почте проголосовать, и телевизор кивнуть можно, и голубя отправить, так сказать, с письмом, и ничего там, пять дней можно... Геннадий Владимирович, я извиняюсь, я вынужден вас немножко прерывать. У нас рекламная пауза. Оставайтесь, пожалуйста, на линии, и мы продолжим нашу беседу дальше. Мы возвращаемся в программу политноформания, радиостанция «Народная волна Чикаго». Сегодня у нас интервью с политиком, общественным деятелем, лидером оппозиции, российской оппозиции, Геннадием Гудком. Геннадий Владимирович, здравствуйте, еще раз. Наверное, наверное, не лидером, одним из лидеров, активных участников. Геннадий Владимирович, такой вопрос. Ну вот, время идет, и я думаю, что следующим шагом будет приход к власти оппозиции. Как бы вы описали первых три шага, которые оппозиция должна сделать, чтобы что-то улучшить в жизни людей? Вот три шага, три основные вещи, которые оппозиция должна сделать после прихода к власти. Первый шаг конституционный. Вообще, проблема России, просто понимали, вообще шаг один должен быть, потому что у России всего одна проблема. В России есть все, кроме нормальной власти. Вот все есть, кроме нормальной власти. И ресурсы, и народ, и потенциал творческий, и научный, и так далее. Власть поганная. И это ключевой момент. Поэтому все, что нужно сделать, первое, это провести конституционную реформу. Мы должны определиться, это будет парламентская республика или президентская. Я, например, за парламентскую меньше шансов, что вернется какой-нибудь диктатор Львожа. Поэтому мы должны сделать реформу конституции. Мы должны провести в соответствии с этим выборы нового руководства страны, сформировать коалиционные правительства и сделать нормальные системы отношений внутри власти. Вот должен быть парламент с правами контроля, должна быть исполнительная власть под контрольные народы, и должен быть независимый суд, который должен быть арбитром в случае конфликтов каких-то. И, конечно, дальше мы с вами идем уже по тому, как должна быть власть организована. Мы возвращаем права и свободы граждан. Мы возвращаем права субъектам федерации, которые являются штатами, по сути дела. Вот мы должны понимать, что Вологодская область это штат. У нее должен быть свой бюджет, свои законы, свои порядки и свои возможности развиваться. Мы возвращаем стране облик федеративного государства. И третий шаг мы должны восстановить местное самоуправление. То есть федеральную власть приводим в порядок, региональные отношения устанавливаем, возвращаем принципы федерации и формируем нормальную власть на местах муниципальную, которую уничтожили как класс полностью. Вот, собственно говоря, это ключевые направления, которые предусматривают и пересмотр межбюджетных отношений, и формирование новых кодексов уголовного, процессуального, административного, земельного. То есть огромное предстоит тяжелейшее, гигантское, огромная сложная работа по возвращению страны в лоно нормального демократического развития. Причем демократическое, оно может и либеральное демократическое, и социальное демократическое, и там христианское демократическое, как угодно. Главное, что сегодня нужно вернуть стране нормальную цивилизованную подконтрольную власть и вот эти принципы, на которых строится государство, местное самоуправление и федеративное государство. Все вот точно. А дальше уже институты, которым будут возвращены права и полномочия, сами научатся, сами установят баланс сил, баланс полномочий, они сами установят необходимые принципы взаимоотношений, они сами начнут вырабатывать правила игры, по которым страна будет развиваться. Все, ничего больше делать не надо. Потом мы разберемся, кто лучше, правые, левые, либералы, социалисты, социал-демократы. Это уже потом главное вернуть в стране нормальный цивилизованный облик. Вот это задача номер один. У очень хорошего писателя Валентина Пикуля был роман под таким интересным названием «На задворках Великой Империи». Что происходит на сегодняшний день на задворках Великой Империи? Что сегодня происходит? Потому что вся информация в принципе и в интернете в большей степени относится к Москве и к Санкт-Петербургу. На задворках Великой Империи происходит развал, разброд и шатание. Я там уж не говорю про традиционную фразу «воруют», куда же нам деваться. Но надо понимать, что регионы России сегодня испытывают самые большие тяготы кризиса. И коронакризиса, и нефтяного кризиса, и кризиса экономики малого и среднего бизнеса. Почему? Я на пальцах объяснил, что такое регионы России. Регионы России имеют совокупный бюджет 10 триллионов рублей, я просто округляю, плюс там полтора-два триллиона в виде субвенций субсидий. Они в месяц тратят 850 миллиардов. На них лежат ключевые социальные программы. Это медицина, образование, социальное обеспечение и так далее и тому подобное. Все на них. Культура там и так далее. За исключением силовиков. И они собирают эти деньги с малого и среднего бизнеса. Налоги. У них 4 налога источника существования. Вот сейчас эти все налоги рухнули. Нет сейчас у регионов никаких налоговых источников. А президент Путин кинул их. Он им ничего не дал. Он им дал подчеркиваю в месяц они потребляют 850 миллиардов рублей в месяц. А он им дал на 2 месяца короны крыси 200 миллиардов. Вот посчитайте. Им нужно триллион 600 чтобы дырки закрыть все. Чтобы поддержать уровень по зарплатам, по учителям, по врачам. А они получили 200. И в ближайшее время они не получат свои бюджеты. Потому что российский бизнес кинутый президентом, который просидел эти месяцы на золотой кубышке, ничего не делал, поддерживал своих до наших, а все остальные были не в семье, не в семье он не поддерживал, не в бизнесе. И сейчас самые обездоленные, самые пострадавшие, самые бесперспективные это регионы России. И там сейчас идет нарастание негативных отношений к центру, к Москве. Москву ненавидят очень много народу Москву ненавидят. Если вы начинаете хвалиться, что в регионах, что вы вообще москвист такой крутой и у вас все хорошо, вы можете оттуда не уехать без того, чтобы вам не набили морду. Вот надо понимать, уровень сегодня противоречий между Москвой, которая относится заживочная, и регионами России, которые сегодня влачат полу-нищенское существование. И, конечно, там идут тенденции, там развиваются какие-то явления, которые пока еще не типичны для Москвы и Санкт-Петербурга. Ну, например, вы видели, что в Кавказе люди вышли жестко к зданию там правительства местного своего и применили силу против полиции, которую пытались разгонять, полетели там булыжники, и все это могло кончиться там еще хуже. Слава Богу, что там местные силовики поняли, что лучше людей не злить, не применили силу, не применили оружие, чем спасли, в общем-то, по большому ситуации от большого взрыва на Кавказе. Поэтому регионы России находятся в самом тяжелом положении, и там огромное количество накопленных негативных настроений, негативных таких вот тенденций, агрессии, злобы, и мы еще не знаем, чем это все кончится. это задворки империи, если вас интересуют регионы. Да, но если мы вот пошли в регионы и пойти теперь выйти за регионы, за границу, и мы никуда не уйдем от вопроса Украины, что же делать с Украиной, это достаточно будет тяжеловато. А у меня вопрос тогда, на вопрос, а почему мы должны задавать себе вопрос, что делать с Украиной, может они там сами разберутся, у них правительство есть президент молодой. Да, но я имею в виду, что то, что уже сделала Российская Федерация против Украины, все равно этот вопрос надо как-то решать. Донецкая, Луганская область здесь все-таки. Да, Крым, это все-таки от этих вопросов никуда не уйдешь, правильно? Нет, конечно, нет. Но по Украине что-то такое, что, знаете, там вот несколько лет назад у нас была тяжелая зима, все шутили, такой мороз пропадает, ни одного оккупанта интервента нет. Вот сейчас у Путина другой вопрос, пропадает, как бы так сказать, воевать не с ним, так хочется воевать, а воевать не с ним. И поэтому, конечно, Путин будет держать источники напряжения в Украине, на Украине до последних. Все то, что там какие-то минские соглашения, все это, конечно, никто не хочет не выполнять в России во власти никаких соглашений. Но понятно, что там легче обвинить украинцы, что они не выполняют. Но на самом деле для путинского режима это очень важный инструмент дестабилизации ситуации, при котором с ним должны как-то договариваться. Что там в Ливии, что там в Сирии, что в Украине. То есть получается, что этот элемент очень важен для путинской внешнеполитической доктрины. Вот проблемы на Украине, с кем нужно ее решать, с Путиным. Какой-то вот диалог таким образом сохраняется. Поэтому я не думаю, что Россия, путинское руководство, путинский режим заинтересованы в разрешении проблем Украины. Наоборот, вы посмотрите наше телевидение. Наше телевидение, знаете, чем занимается? Оно занимается освещением проблем Америки, Германии и больше всего Украины. Там никаких проблем вы не услышите в России. Причем по Украине явно нагоняется страх, ненависть, вражда между народами. Прямо вот в открытую, в тупую. Все эти там вечерние, извините за выражение, мудозвоны, но это песня такая есть. Вот. И прочее. Они только тем занимаются, что разжигают неприязнь к украинскому народу, к украинскому руководству, пытаясь через показы каких-то ужасов Украины запугать население России, чтобы оно должно сплачиваться вокруг Владимира Путина, потому что он не такой слабак, как Владимир Зеленский, как там это обычно говорят на нашем телевидении. Поэтому, что мы можем говорить, Россия заинтересована в дестабилизации Украины. Российский режим, российское руководство политическое заинтересовано в создании постоянной проблемы, постоянной дестабилизации ситуации в Украине, на Украине, как хотите. Это кредо, это элемент важной политики. Так и будет до тех пор, пока либо международные сообщества не примут довольно жестких решительных мер, либо внутри страны России не произойдут какие-то серьезные позитивные изменения. Внутри власти, внутри, вернее, пока Путин будет, так оно и будет. Не будет Путина, там же будет другая политика. При всем, при том, что Советский Союз был империей зла, во внешней политике все-таки удавалось налаживать диалог, разговор с другими странами, с лидерами других стран. Не всегда это получалось хорошо, но, как бы там ни было, внешняя политика работала. Как вы оцениваете сегодня внешнюю политику России и, естественно, ее представителя Сергея Лаврова? Лаврова я давно знаю. Я его видел еще в Соединенных Штатах Америки, когда он там возглавлял нашу миссию. И на тот момент он мне казался опытным, грамотным, дипломатом, но, вы знаете, сотрудничество с властью с режимом портит любого человека, они перерождаются. Поэтому сегодня Сергей Лавров это функционер, это тот же Молотов при Сталине, как Молотов при Сталине, так и Лавров при Путине. И вся политика, которую ведут они сегодня, она полностью провальна. Я вот по Советскому Союзу тут бы немножко оговорился, Советский Союз умел завоевывать некоторых союзников, в основном так с третьих стран, за счет силы самой идеи, идеи там освобождения от рабства народов, деколонизации и так далее. Это твердили на каждом углу в СССР. Но на самом деле напоминаю, что СССР ввел крайне агрессивную, абсолютно разнузданную политику в 30-е годы в мире, и он был исключен из Лиги Наций, нынешнего прообраза ООН, за агрессию, за войну, за бомбардировки мирного населения, и как раз это произошло во время финской войны против Финляндии, развязанной Сталином и Молтовым и там Ворошиловым против этой маленькой, но гордой страны. Они там терпели, кстати, поражение довольно болезненное. Поэтому у Советского Союза были периоды полного тоже провала, но в 39-й год сотрудничество с Гитлером, чем это все кончилось, и какие жертвы там Советский Союз понес в войне, в том числе благодаря бездарности и жестокости советского политического руководства. Поэтому да, были, конечно, и союзники, но в основном союзники были на идейной основе, потому что вот эта идея деколонизации, свободы народов и самоопределения, это действовало, но мы, особенно, третьего мира. И, конечно, была часть Европы полуоккупированной СССР, которая была вовлечена вот в эту структуру Варшавского договора, договора экономической взаимопомощи, внешнеполитического сотрудничества, экономического сотрудничества, которым деваться было не так. Они вроде считались нашими союзниками, но какие они союзники? И как только слаб коммунистический режим, тут же эти союзники стали самыми принципиальными критиками СССР. Возьмите, даже сейчас Польша является одним из главных оппонентов Европы, России, это еще по старой памяти, потому что они помнят много там из того плохого, что было в отношении наших государств, и не только Польши. Поэтому здесь я бы не был однозначно категоричен, потому что Советский СССР успешно внешнюю политику не всегда далеко, и мы помним, чем все кончилось, авантюра в Афгане, когда были международные санкции довольно жесткие, они и привели, способствовали, мы скажем так, не привели, но способствовали, выступали капитализатором процессов развала СССР и развала КПСС и Политбюро. Но, тем не менее, нынешняя политика еще хуже. Она более лицемерная, она не имеет никакой идейной составляющей, она по большому счету ретроградная политика мракобесия вот этого средневековья, и она построена еще на коррупции, мы с вами знаем, сколько коррупционных расследований в мире идет сейчас, в том числе в отношении российского государства, и там и по Олимпиаде, и по чемпионату мира, и по другим вопросам, где там российское руководство просто тупо покупало себе какие-то там дорогостоящие игрушки мирового уровня. Поэтому, я считаю, что эта политика полна авантюр, она отталкивает от России всех союзников, в России союзников почти нет уже, среди великих держав уже нет. Вот сегодня новость пришла, что президент Казахстана новый, вместо Назарбаева, который заявил о том, что он не собирает вступать в союзное государство, укреплять его, то есть Казахстан хочет пойти своей дорогой. Мы знаем, какие проблемы есть серьезные в отношениях России и Беларуси. Мы знаем, что Украина никогда в обозримом историческом периоде не будет с Россией, и это вина полная Путина, его политического руководства, и Лаврова в том числе. Поэтому, я думаю, что от такой бездарной политики, которая настроила против России весь мир фактически, весь мир фактически. Мы не успеваем читать новости о Соединенных Штатах Америки, там постоянная группа сенаторов, группа конгрессменов предлагает новые витки санкций, и мы понимаем, что это всерьез и надолго. Поэтому такой провальной политики в российском государстве не было никогда. То есть, даже во времена царизма, даже во времена Сталина, там были союзники в России, союзники были приличные, но понятно, что нет хорошей жизни, но тем не менее, все-таки союзниками Советского Союза по Второй мировой войне были ведущие государства мира США, Великобритания, Франция на последнем этапе. И если мы берем Первую мировую войну, то союзниками наши были там опять-таки Франция, Британия, ряд других стран. Если мы берем какие-то другие исторические периоды, у наших союзников были и Германия, и Австрия, и так далее. То есть, совершенно очевидно, что Россия всегда имела надежных союзников при любых раскладах. И союзников среди великих стран, великих государств, великих держав. А сейчас кто? Зимбабве? Колумбия? Сирия. Какая там еще? Венесуэла. Венесуэла? Ну, ребят, но еще, ну, вы, это самое, по-моему, там Тринидад Табага, или кто-то там, Никарагуа, по-моему, там Тринидад Табага. Я уж не помню. Но смешно, да? Великая страна с великой историей России, а Россия великая держава, как ни крути, европейская держава, которая там много чего внесла в свою лепту достаточно в мировое развитие. Она сейчас дружит в Зимбабве. Ну, извините, я не хочу обнижать Зимбабве, наверняка прекрасная страна, но все-таки это не Британия, это не Франция, это не Италия, это не никакая там другая страна. Поэтому, ну, вот, надо понимать, что такого, такой международной изоляции у России не было никогда. Геннадий Владимирович, я очень извиняюсь, у нас передача подходит к концу, хотел бы задать короткий вопрос и постарайтесь коротко на него ответить. А что делать с российской коррупцией? Как известно, чиновничья должность, она хлебная в России. Какие бы методы вы предложили работы, ну, вот, борьбы с коррупцией? Никаких методов особых не нужно. Все то, что должно быть. Коррупция исчезает при сменяемости власти, при парламентском и гражданском контроле за действием властей, при нормальных судах и независимой судебной системе и, главное, при независимых средствах массовой информации института гражданской общества. Она исчезает как явление системное, как политическое, она остается явлением криминальным, с которым успешно борются уже специальные, так сказать, подразделения силового, правоохранительных систем, и она становится нишевой, нишевой криминальным явлением. А у нас, в России, коррупция политическая доктрина верхов. Воруй больше, прячь дальше и делись с вышестоящим. Тогда все у тебя будет хорошо. Коррупция является ключевой скрепой российского политического режима. это лечится только тем, что должна быть изменена политическая система и система формирования власти в России. Никаких особых способов борьбы и коррупции не требует. То же самое, что и везде. В Грузии была тотальная махровая коррупция. Она, естественно, за два года. Таких примеров достаточно. Геннадий Владимирович, огромное спасибо за то, что вы дали это интервью в столь позднее для вас время. У нас еще впереди целый день. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас был с нами на связи был Геннадий Владимирович Гудков, один из лидеров оппозиции, политики, общественные деятели. Еще раз огромное спасибо. И до следующего раза. Берегите себя. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.